В 90-е эта музыка звучала из каждого ларька, в каждом такси и на каждом рынке, в ресторанах и квартирах. Граждане пускали слезу. Шансон – это зло, как любая романтизация и героизация преступности. А другие считают, что это честное и очень искреннее искусство. Шансонье говорили на народном языке и умели тронуть сердце. А белый лебедь на пруду качает павшую звезду. Они дружили с крестными отцами России и представителями власти. Зарабатывали огромные деньги, были кумирами миллионов. Но дожить до седин удалось не всем. Многих-то этот жанр и погубил. В 90-е по улицам ходила братва в кожаных куртках и золотыми цепями на бычьих шеях. Криминал был повсюду, включая кино. Ну что ж, начнем, помолясь. Только без мокрухи, ребята, без мокрухи. АПЛОДИСМЕНТЫ Бандиты привнесли в язык много новых слов и выражений. Стрелка, понятие, счетчик замочить и кинуть. И этот новояз очень быстро разучили все. Я помню, как меня лично шокировало, когда хорошо образованный, из хорошей семьи Анатолий Чубась процитировал какую-то финансовую операцию, финансово-политическую по телевизору. Он сказал, они на нас наехали, но мы не прогнулись. В принципе, это невозможно для вице-премьера цивилизованной страны. Письма для кореша, посылка для братвы. И вместе с лексиконом криминального мира к народу крепко прилипли блатные песни, которые назвали красивым словом шансон. ПОЕТ Судебное заседание в Екатеринбурге. Отвечик знаменитой шансонье Александр Новиков. Его обвиняют в мошенничестве в особо крупных размерах. Взял с дольщиков деньги на строительство клубного поселка. Ни поселка, ни денег. Я на протяжении всех четырех лет вот читаю во всем газетах, что я мошенник, что я бор, что я украл. Но я не занимался стройкой. Я был просто владелец земли. Дело Бухты Квинц – это сфабрикованное абсолютно на 150% дело. Мошенникам Новикова суд не признал. Одни говорят, что у артиста и директора местного театра эстрады просто волшебные связи. Другие – что это честнейший человек. Умничество в совести вообще нашей эпохи. Это человек с обостреннейшим чувством справедливости, с очень трагичной на самом деле судьбой. Первый раз на скамью подсудимых он попал в 18 лет за драку в ресторане. Далее – один год химии. Да, я жесткий человек, я умею драться, умею, значит, постоять за себя и за других, и за близких. А в 85-м Новикову дали уже десятку за изготовление и сбыт самопальной концертной аппаратуры. Но Шенсанье любит подчеркнуть, что на самом деле был осужден за творчество. Советской власти не нравились его блатные песни. Новиков родом из города, который в 90-е претендовал на звание криминальной столицы России. В Екатеринбурге шла кровавая война между двумя мощными ОПГ – Центровыми и Уралмашем. И еще было с десяток банд помельче. На широкореченском кладбище Екатеринбурга есть целая аллея погибших в то время бандитов. Здесь лежит рядовая пехота и их предводители, на могилах которых указаны клички и изображены любимые мерседесы. Александр Новиков был обречен на успех среди местных авторитетов и рядовых криминального мира. Помнишь, девочка, гулями в саду? Я бессовестно нарвал, у меня безрост. Это 92-й год – первое выступление Новикова после того, как он вышел на свободу. Его выпустили через 6 лет с испытательным сроком. Вот это вот событие хотели отметить тем, что вот Саша Новиков вышел на свободу и вот сделать такое, как бы, несколько концертов. Российские шансонье впервые собрались вместе. И сначала хотели назвать свой фестиваль «Гоп-стоп-шоу». Но потом одумались и сделали афишу с красивым словосочетанием «Русский шансон». Все удивляли, зачем вы выпускаете шансон? Шансон никому не нужен. Надо делать попсу, надо делать эстраду, надо делать джаз, рок, все что угодно, только не шансон. Но прошло совсем немного времени и стало понятно, шансон – это именно то, чего хочет вся страна. Родители Кати мечтали, что она будет филологом, актрисой или закончит консерваторию. Но она умерла от осложнений цирроза печени в 30 лет. Молниеносно, конечно, вот так вот, скажем, это все произошло. А было все так хорошо. Катя, которая придумала себе псевдоним «Огонек», собирала огромные залы. И ей завидовали мастодонты рынка. Аплодисменты и цветы, А я пою всем, как и прежде. Я когда услышала первые нотки ее голоса, просто как будто она поет про меня. Хотя я не сидела ни на зоне, нигде. Продюсеры придумали легенду, что Катя была осуждена за угон машины. И пробыла за решеткой два с половиной года. Но ее освободили раньше, потому что она была звездой тюремной самодеятельности. И вот все люди, которые были на этапах, они решили говорить, что мы сидели с Катей «Огонек». И это как-то уже вошло у всех в привычку. И теперь до сих пор даже это мне говорят, что мы с твоей мамой сидели, мы там прошли по этапам. Не ругайся, мама, понапрасну. Так и шла она по жизни, с фальшивой биографией. Но очень искренним желанием и явным талантом трогать души людей. Крести или в уби, мне б сегодня в пику. Кем была, кем буду, знаю только прику. Катя «Огонек», она не вписывалась в общую картину вообще никак. Наверное, на душевность. На самом деле она Кристина. Мама – профессиональная танцовщица. Отец Евгений Пенхасов работал в популярном ВИА «Самоцветы». В 90-е на эстраду вылезло такое количество посредственных исполнителей, что родители Кристины решили, что она уж точно не хуже. И благословили ее на сотрудничество с Женей Белоусовой. Хочу представить молодую, но уже профессиональную и прекрасную певицу. Зовут ее Кристина Пенхасова. Но в репертуаре Жени Белоусова было всего три песни, и Кристине примитивная работа быстро надоела. Я, может быть, что-то исполняла, но сюда мечтала только о шансоне. Слава Богу, мечты сбылись. Катя Огонек нашла продюсера, который запустил ее на звездную орбиту. Помог записать первый сольный альбом. Организовал ротации на радиостанциях. Ее ждали во всех городах России. Любовь, как звездочка, она стала зарабатывать неплохие деньги. И ее отец был счастлив. Его девочка теперь звезда. И злые критики пусть помолчат. Петь и исполнять – это две разные вещи. Моя дочь себя певицей никогда не называла. Она говорила, ой, я исполнительница. Понимаете? Это деловая честь. Но никто не знал, что Катя Огонек – тяжело больной человек. И бесконечные гастроли ей попросту не под силу. Приступ мог начаться совершенно неожиданно. И хорошо, если это происходило дома, рядом с близкими людьми. Мы сидим вместе с ней в микроавтобусе. Вот здесь рядышком она, здесь я. И я вот так вот потягиваюсь, говорю, вот, наконец-то приехали. И смотрю, она тоже потягивается. Она, кажется, не потягивается. А у нее начались схватки. Чтобы предотвратить страшные, пугающие всех приступы эпилепсии, она вынуждена была постоянно принимать сильнодействующие лекарства, которые еще больше разрушали ее организм. Здоровье певицы становилось все хуже. Она пристрастилась к выпивке. Ну, что там греха таить? Мы любили выпить, конечно, да? Вот, и мы как-то даже разговаривали. Давай, Катька, мол, завяжем давай с тобой. Ну, хватит, что там радости-то особенно большой-то не приносит. Хватит кирять. Давай завяжем. Ежедневная выпивка отразилась на внешности Кати. Она поправилась. Лицо стало группом и одутловатым. Тепло, тепло настанет скоро. Как жду я этого тепла. Но она говорила, что бросить пить не может. Этого требует жанр. Пока я шансон пою, мне это необходимо. Вот я уйду, я просто откажусь, мне это не нужно будет. Она моталась по гастролям. Большие и малые концертные залы, ДК, рестораны, зоны. Зэки ее обожали. Я хочу, чтобы люди забыли, что такое пища и беда, чтобы беженцев не было в мире. Никогда, никогда, никогда. Катя вышла замуж за профессионального боксера Ливона Каяву. У них родилась дочка Лера. Но пить певица не перестала. Ее жизнь была очень тяжелой. Сплошной шансон. Все вот эти гастроли многомесячные. Когда она приезжала, домой отсыпалась, час-два, а потом ей обратно на самолет надо было лететь. И вот так вот постоянно. В 2007-м она скончалась от инфаркта. В 30 лет. Проблемы с сердцем были вызваны прогрессирующим циррозом печени. Я плакала, да. Это было очень... Ну, для ребенка это было очень... Это давило на психику очень. Отец Леру оставил. Росла она дальше с бабушкой. И сегодня тоже поет шансон. Ветер, 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 ветерок. Но мама Леры всегда была против того, чтобы ее дочка становилась артисткой. Она не хотела такую же судьбу, как у нее. Чтобы я все это чувствовала, вот эти концерты, гастроли. Она, наверное, просто этого не хотела. Она просто хотела, чтобы у меня жизнь нормальная была. Где-то в небе светит огонек. Ненаглядные мамочки мои. А у меня у Вовочки старит татуировочки. Волокет меня за ней хмур, как на веревочке. Сергей Коржуков по образованию врач. Но всегда писал музыку. А вот то, что запоет шансон, представить себе не мог. Я никогда криминальные песни петь не буду. Никогда в жизни. Этого не может быть. Это Лидия, даже не говорите, не уговаривайте. Первый раз в дом Михаила Танича и его жены Лидии Козловой Сергей попал в 90-м году. Ему очень нравились стихи поэта. И первый хит родился за полчаса. Я сказала, что я, конечно, буду эту песню петь, даже без вопроса. Союз Коржукова и Танича был очень плодотворным. Но когда Танич рассказал композитору, что хочет создать группу, которая будет петь о тяжелой доле заключенных, Сергей сначала его не понял. Но потом убедился. Танич пишет строчки, за которые не стыдно. На роль солиста группы «Лесоповал» сначала пригласили известного ресторанного певца из Сочи Григория Лепса. Грифа был толстый, еще он кололся, наркотики. И Гриф, конечно, замечательно пел. Но Грифа сказал, ну вы впоете детский сад. Я так хочу, чтобы мы пели. Вот я ее зарезал, и теперь она, сука, будет там левать в гробу и вспоминать, как я ее любил. Но Танич не задумывал такого образа. Он сказал, знаешь что, Гриф, давай мы подумаем. И Лепс уехал обратно в Сочи. А Сергей Коржуков решил, что лучше сам будет петь свои песни. Я же больше в лагерях, в лагерях проживаю, как монах, как монах. Группа «Лесоповал» имела оглушительный успех. Особо тюремная лирика нравилась работникам правоохранительных органов. В лесоповале играл бы на стола гитаре. Мы однажды попали в круизе. Был специальный круиз прокуратура. Прокуроры всей страны нашей огромной. Мы ехали с ними в круизе. Они поразили только, чтобы выступал Лесоповал. Еще можно один раз Лесоповал. Но Сергей Коржуков испытывал большую неловкость от всероссийской славы. У него был комплекс, что он не заслуживает таких дифирамбов и гонораров. Он много пил. Была в его жизни и наркота. Естественно, Сережа, как и мог, скрывал все свои какие-то внутренние, там, я не знаю, вулканов, которые в нем там бурлили. Сергей Коржуков выпал из окна квартиры своей матери и летел 15 этажей. И странным образом его лицо и тело остались невредимы. Он не был искалечен. У него аорта разорвалась в полете с 15 этажа. И он упал, и он остался такой. Он легал красивый, как Иисус Христос. Милиция решила, что это несчастный случай. Причин для самоубийства, по их мнению, у Коржукова не было. Но журналисты писали, что он оставил предсмертную записку. И это был добровольный уход из жизни. Значит, что-то вот в нем такое бродило. Но он эту тайну не открывал. До 90-х наши граждане имели эстраду, правила которой были утверждены наверху, в соответствии с железобетонной государственной идеологией. Но в середине 70-х появился возмутитель спокойствия Владимир Высоцкий. На большую сцену его не пускали, но хриплый голос Барда звучал по всей стране. И многие считают, что Высоцкий и есть родоначальник нашего шансона. Но сын его с этим не согласен. Его нельзя считать, ну как сказать, ну что ли, отцом шансона или там родоначальником. Блатная песня существовала, как и народная песня. Столько, сколько существовали там каторга, тюрьма. Блатная музыка была в России еще в царское время. И все эти песенки публика особо полюбила накануне глобальной катастрофы, революции 17-го года. И особо их ценили граждане типа бандита Мойши, Якова Винницкого по кличке Мишка Япончик. И в этом отношении ничего не изменилось. Главной аудиторией, самыми преданными поклонниками этого жанра всегда были представители криминального мира. Это песня, которая имела корни свои из каких-то лагерных мотивов. И, соответственно, текст в этих песнях был таков, где воспевалась криминальная лирика. Эх, Аминька, звучит заманчиво! Оказалось, как мираж, она обманчива! Михаил Звездинский чрезвычайно горд знакомством с крестными отцами 90-х. Да, я знаю хорошо всех лидеров, всех практически, всех в законе, всех лидеров группировок. Особая дружба связывала Звездинского с Вячеславом Иваньковым, знаменитым вором в законе по кличке Япончик. И Шенсанье говорит, что всегда поражался интеллекту криминального авторитета. Он историк, он прекрасно знает историю. Он хотел уже писать мемуары. За столько лет лагерей он перечитал все тюремные библиотеки. И эта дружба началась еще в эпоху застоя. Тогда Япончик еще не имел короны вора в законе и работал в банде Монгола, потрошившей богатых московских граждан. И бандиты любили посещать ресторан «Сатурн», директором которого был Михаил Звездинский, который превратил его в настоящий ночной клуб. И дружба с Япончиком была его охранной грамотой. Звездинский нагло заколачивал деньги на нелегальном угаре, и никто его не трогал. Вопрос у них всегда был. Мишенька, никто не обижает там, Мишаня, никто не наезжает, никто. Я говорю, да нет, слава богу. Зная о том, что вы со мной, то кто посмеет? Но в Олимпийский 80-е Звездинского арестовали прямо во время очередного концерта. И суд решил, что он должен отсидеть 8 лет. Это была уже его третья ходка. И очень помогла дружба с Япончиком. От Иванкова, славы, пришла к Сиву, ну, малява так называемая, там, не дай бог, там, Звездинского, кто косо посмотрит, не трогать, там, не дай бог, кто косо посмотрит. Вот такая сопроводиловка. Я еще шел по этапу, а в Бурятию впереди мчались эти, зэковская почта. На свободу Звездинский вышел в аккурат к развалу Советского Союза. И шансон звучал повсюду уже совершенно легально. Успокоится душа, до свидания, кореша, ветер с кользом. У Звездинского появилась масса конкурентов. Но он был спокоен, так как имел перед новоявленными шансонье мощное конкурентное преимущество. Он знал, про что поет. И хорошее делал, и в плохом виноват. 16 лет лагерей в общей сложности, но я прошел. Но его друг Япончик в 90-е вынужден был родину покинуть. Ему шили убийства двух турок. По версии следствия, он расстрелял их вот здесь, в одном из московских ресторанов. Япончик уехал в США, и там угодил в тюрьму уже за преступления другие. Еще один большой друг Япончика – Вилли Токарев. Когда криминальный авторитет хотел закрепиться в США, Шансонье предоставил ему свою аккомпаниаторшу для фиктивного брака. Вячеслав Иваньков спас его от рэкетов в Бруклине. На него наехали определенные лица преступного мира американского. То он сразу прибежал к Вячеславу Кирилловичу и сказал, что вот так и так, Слава, у меня, ну, я работаю, у нее деньги достаются тяжело. И Слава в течение 24 часов решил эту проблему и не работай. Когда Япончик в нулевые вернулся в Россию, то сразу попал в тюрьму. И Вилли Токарев защищал его громче всех. Если его называют, как вот я читаю в газетах, вором в законе, то для меня он честный вор. А почему не йод зимой и летом желтый? А потому что очень много в нем такси. До того, как стать звездой эмигрантов из Советского Союза, Вилли Токарев работал в Америке таксистом. Четыре раза я был ограблен. Причем, ну, могли бы убить, нажать курок и выбросить. Или меня завозили в такие места, где вообще никого нет. Но за четыре года Вилли заработал 30 тысяч долларов и смог выпустить первую пластинку. И пошло-поехало. Он записал в Америке 22 альбома и получил неофициальный титул «Почетный еврей Брайтон-Бич». В 89-м Пугачева и Кобзон помогли ему организовать концерты в Советском Союзе. И Токарев стал жить на две страны, как и другие русские звезды Брайтон-Бич. Российские слушатели вообще очень-очень любят песни из-за рубежа. То есть то, что мы привозим из эмиграции, привозим. Особенно, если это написано авторами, которые живут в эмиграции. А в Питере блистала певица Афина. В ресторанах северной столицы ее сыпали цветами и роскошными подарками. Особо был щедр Константин Яковлев по прозвищу Костя Могила. Он был смотрящим в Питере от деда Хасана. Он усыпал цветами всю мою сцену. И когда у меня был день рождения, он подарил мне шикарнейшее кольцо с огромным бриллиантом. Костя Могила занимался всем подряд. Торговал нефтью, драгоценными камнями, покупал газеты и телеканалы. В молодости он работал на кладбище, рыл могилы. Отсюда и кличка. Когда он появлялся в окружении своей страшной свиты, хозяева всех ресторанов и музыканты были счастливы. Авторитет швырялся пачками денег. Последний раз, когда мы с ним виделись, это был момент, когда он реально предложил мне выйти замуж. И я, к сожалению, а может быть и к счастью, не знаю, отказалась. На могилу было совершено шесть покушений. И седьмое, наконец, удалось. В него всадили 33 пули. И музыканты в питерских ресторанах очень грустили. Это был очень щедрый поклонник шансона. 90-е годы, они, конечно, для нас, вот для тех исполнителей, авторов этого жанра шансон, это благодатные времена. В 94-м в «Песне года» выступил Михаил Шуфутинский, самый яркий и приличный представитель жанра. Я календарь переверну, и снова 3 сентября. Без него шансон априори невозможен, потому что если этот человек не придумал этот стиль, то он точно его создал. Он создал музыкальный ансамбль еще в 15 лет. А в 60-е был лабухом в самых крутых гостиницах столицы. Дружил с бандитами, греб деньги. Был упакован в дефицитные шмотки. В 71-м году в Москву приехал Никсон. И перед визитом американского президента столицу зачистили от всех позорящих советский строй элементов. Припугнули на Лубянке и Шуфутинского, который от ужаса сбежал в Магатан. И именно там, в краю Катаржан, он окончательно и понял, что нужно петь. Мужа болит, а сердце плачет. В 81-м Шуфутинский уехал в Америку. И там добился большого успеха среди эмигрантской публики. Мы уезжали не туда, а мы уезжали отсюда. Это разные вещи. Нам на самом деле все равно было куда. В 90-м приятель предложил ему совершить вылазку в загибающийся Советский Союз. И приехав, Шуфутинский был поражен. Его песни звучали повсюду. За три летних месяца он собрал 75 стадионов. За милых дам, за милых дам, мой первый тост, ты крутый дам. Он стал одним из самых продаваемых артистов 90-х. Его доходом завидовали все представители российского шоу-бизнеса. Не только блестящий исполнитель, не только блестящий певец, он еще великолепный продюсер. Этот клип в 95-м заказал Дмитрий Якубовский, один из самых известных в то время адвокатов. Чуть позже его посадили в тюрьму. Заплатил Шуфутинскому он 60 тысяч долларов. По тем временам деньги бешеные. В главной роли была тогдашняя жена Якубовского Марина. Ты для меня, Мариночка, Марина. Любовница, невеста и жена. Мутные личности всех мастей считали шансон главнейшим из искусств. И в 90-е знаменитые шансонье гребли деньги лопатами. Могу дать 100 тысяч, не рублей, долларов могу. 100 тысяч долларов. Хватит? Я так молчу, значит, да? Могу 200 тебе дать. Я говорю, дай я подумаю. Тут что тут думать? Надо сейчас решение принимать. Чья ты в натуре там, а? У бандитов, думал Михаил Воробьев, деньги точно брать нельзя. Первый альбом «Жиган лимон» записал благодаря товарищу Леониду Тилишеву. 60 долларов на тот момент трехкомнатная квартира. В один момент заиграл отовсюду. С машин, с ларьков, там, ну, отовсюду играет Миша Круг. И вскоре родился главный шлягер Тверского Барда. Владимирский Централ. Ветер северный. Этапом из Твери. Сла немерена. Лежит на сердце. Тяжкий груз. Вся страна считает, что это песня про Сашу Северного. Знаменитого вора в законе, с которым близко дружил Шансоньян. Вот он. Съемка 2011 года. Воровскую идею-то поддерживаете? Свою, да. Никакого Саши Северова там нет. Это легенда. Но близкой дружбы брата с криминальным авторитетом Ольга не отрицает. Они встречались, общались по душам. Вор в законе показывал Барду свои стихи. Саша Северный держал под собой чуть ли не весь северо-запад России. Человек был всемогущий. Но уберечь своего друга он не смог. Денег у нее просили. Это я уже разговоры его слышала. В общак хотели, чтобы он платил налог за общак. Миша, ты живешь в этом городе. Мы тебя покрываем. Миша Воробьев родился в неблагополучном районе Твери и рос хулиганом. Учился на тройке и двойке. Но в 10 лет вдруг начал писать стихи, героями которых часто становились люди, прошедшие тюрьму. Старшие братья, которые сидели, приходили. И он общался с ребятами. Они сидели в определенном углу двора. Слушали рассказы, возможно, тех, кто вернулся из мест не столь отдаленных. И видели вот эту сложную судьбу. В 90-е Барт выглядел как типичный секс-символ эпохи. Крутой, коротко стриженный, упитанный мужик, который способен решить любые вопросы. Боевой как бы, да? Вот олицетворение такого авторитета конкретного. То, что он вот такой вот персень огромный носил, это 100% это было. Он, как бандит, и любил наряжаться в черное, расстегивать на груди рубаху, носить темные очки. Это тоже в то время считалось очень круто. Ах, если ты так долго, так долго, полоси, летний душ сменяет для собой. И никто не знал, что знаменитый шансонье – несчастный отец-одиночка. Первый брак не заладился. Круг был простым шоферюгой, который не колымел и зарабатывал мало. Жизнь была несчастливой. Я так думаю, что это сложное, ну, такое сочетание характеров, наверное. Ну, там совершенно просто несовместимы. Михаил оставил сына себе и был заботливым, хорошим отцом. Но по ночам после работы писал стихи и песни, мечтая, что когда-нибудь их услышит вся страна. Весна опять пришла. И лучики тепла. В 99-м ему повезло. Он наконец-то встретил в Челябинске свою любовь. Ирина работала официанткой. При виде знаменитого артиста и его авторитетных местных друзей девушка не смутилась. К таким гостям она привыкла. В ресторане постоянно, и очень много было бандитов, авторитетов. Они меня очень все любили. Я знала свою работу четко, и я не боялась вообще. Врог увез Ирину в Тверь, а не поженились родился сын Александр. В его доме теперь все время пахло пирогами. Молодая жена прекрасно готовила и навела уют. Все, наконец, сложилось в жизни так, как он мечтал все трудные для него 90-е. Как в Золушке. Приехал принц, забрал. И тут вот она вот жила так красивая, счастливая. Но сказка с концом таким не счастлива. Около полуночи в его дом проникли два человека. И столкнулись с тещей певца, которая шла в ванную. Женщину оглушили ударом рукоятки пистолета ТТ по голове. Она закричала. Выбежала жена Михаила. Она побежала вниз, кричит, Миша, маму убивают. А Миша спал, он уже лег спать у себя в спальне. Он в трусах выскочил на лестничную площадку. Ирку толкнул, чтобы она бежала вниз. А они в лестничный пролет, поскольку видно все, они в лестничный пролет начали стрелять. Круп получил два пулевых ранения в брюшную полость. Преступники убежали. Потрясенные близкие пытались остановить кровь Михаила. Кровь хлистала отовсюду, откуда только можно было хлистать. Она, то есть, скопилась в брюшную полость. Все скорые в тот день были заняты. Позвонили в частную, но там сказали, что на огнестрел они ехать не имеют права. Круга довезли в больницу, сделали операцию. Но спасти не смогли. Официальная версия милиции – обычный грабеж. Но родственники певца знают, кто подослал преступников. Это мощные криминальные фигуры, которые просто хотели припугнуть артиста и заставить его отчислять за крышу. Но исполнители перестарались. На будущий день, когда они с покаянием пришли к тому, кто их посылал, они пришли говорить, ой, извини, вот так получилось. Их в этот же день не было в живых. Хоронил его весь город. Было перекрыто шоссе. Весь путь к могиле шансонье был усыпан цветами. В Твери есть музей Михаила Круга и памятник, который поражает людей, не любящих шансон. То есть рехнуться можно, там нет, там скромнее памятник Пушкину. Сергея Наговицына называли пермским Александром Новиковым, что ему, конечно, очень льстило. Ну, я думаю, что Новиков у нас очень популярный такой певец. Я думаю, что это неплохо. На Урале еще с царских времен было очень много зон. В каждой семье был тот, кто сидел. Или тот, кто охраняет сидельцев. В 90-е любимое развлечение зэков – концерты шансонье. Исполнители блатных песен ездят по всем зонам России. Говорил, что подрасстрельная статья Мне начертит номерочек на кресте Кунувшись в эту атмосферу, он говорил, что я ничего не могу с собой поделать, эти песни из меня просто льются. У Сергея появилось много поклонников среди местных авторитетов. Своё заступничество ему предлагали все уральские группировки. Помощь в организации концертов, крышу и деньги. И с ворами законными дружил. Но у нас воров было даже в Перми столько много, что сколько душ их было, там, пять душ, допустим, на тот период, когда он был здесь. С такими друзьями общение в основном сводилось к распитию водки. И отказаться от рюмки было невозможно. Товарищи бы не поняли. Наговицын начал спиваться. Каждый человек, кто выпивает, становится совершенно другим человеком. Сергей стал ссориться с женой. Инна была против дружбы с авторитетами и бесконечных пьянок. Супруги потеряли первого ребёнка. И после потери сына Сергей стал часто говорить о смерти. Он мне говорил там, я умру, а буду птицей. Прилетит тебе голубь. Ты его не выгоняй, а я к тебе прилетела. И однажды алкоголь стал причиной страшной трагедии. Возвращаясь с одного из выступлений пьяным, Сергей Наговицын сбил насмерть человека. Ему дали год условно. Это было убийство по неосторожности. Но музыкант потерял покой. Ну, вся голова была седая. 31 год, вы посмотрите на его фотографию, не подумай, что ему 30 лет. Да, 30 лет человеку, ну, в общем-то, переживал очень сильно. Он продолжал выступать и радовать поклонников новыми песнями. Я к тебе ещё вернусь, какой базар. У него родился второй ребёнок. Жена верила, что Сергей бросит пить. Забудет о страшном ДТП и всё будет хорошо. Но запои не прекращались. Ведь кто, зачем, зачем ему наливали этот стакан последний? Ведь он, у него с сердцем было плохо. Ему надо в больницу, а ему стакан наливают. Зачем это делать? 20 декабря 99-го года после концерта в Кургане Наговицын, как обычно, выпил с поклонниками, и ему стало плохо в машине. Водитель помог ему добраться до гостиничного номера. Стали делать искусственное дыхание. Он пришёл в себя, привезли в больницу в одну. Ну, там сказали, у нас даже зелёнки нет, вам реанимация нужна. Привезли во вторую больницу, и всё, уже поздно. За моим окном, роняя слёзы, Плачет по тебе весенний дождь. А это Юра Петлюра. Самый необычный голос российского шансона 90-х. Он пел дитячим, дитячим голосом, как ребёнок, мальчишка маленький. На Юру, который придумал себе кличку Петлюра, обратил внимание Андрей Разин. В то время продюсер поссорился с Юрой Шатуновым и искал ему замену. Продюсер решил, это то, что надо. Сиротский голос, смазливое лицо. В твоё окна смотрит беспечный розовый вечер. Эти ребята были бездарны. Их обучали скакать по сцене за пару дней. Но их всё равно с восторгом принимала публика. Юра думал, что будет зарабатывать большие деньги. Но оказалось, что у Разина работают за еду и выпивку. Мальчики-то его были нищие. И он их менял, как перчатки. И он совсем не заботился об их судьбе. И Юра после пары концертов просто сбежал из ласкового мая. Ему были противны эти песни. И главное, нравы царящие в группе. Он месяц молчал у меня лежал. И говорит, мам, не спрашивай, я больше... Вот только он вот эту фразу сказал, и всё. А Разин был страшно зол и решил отомстить сбежавшему артисту. Мать Юры считает, что это он натравил на сына сотрудников военкомата. Приходят, ну, в звании с такими большими звёздами мужчина. И с ним парапарщик пришёл. И говорит, не придёшь, мы тебя зашлём туда и сюда. Или к Разину иди, или иди в армию. Но вскоре Юре предложила контракт звукозаписывающая фирма. И он поймал свою минуту славы. Про армию и Андрея Разина было забыто. Парабанит по улице дождь. Покнались проклятая тень. Его голос звучал, как колокольчик. Такой вот, ну, звуки-звуки колокольчик. На одной из вечеринок приятель вручил ему необычный подарок. Надельный крест Игоря Талькова, который был на нём в день убийства. И Юра был очень рад. Ведь Игорь Тальков имел невероятный успех. Крест казался ему счастливым талисманом. Говорит, мам, это мне Лёша Блохин подарил крест Талькова, чтобы я с ним выходил на сцену. Он сказал, что ты такие же песни поёшь, ты такой же популярный, как Игорь. Но потом мать Юры спохватилась и сказала, что всё же носить крест убитого человека плохо. И Юра больше его не надевал. Но 27 сентября 1996 года почему-то достал и вновь повесил на шею. В тот день знакомые братки зачем-то позвали его съездить с ними на одну из разборок. В телевидении показало потом репортаж об этом страшном ДТП. Юра Петлюра погиб на месте. Он с заднего сиденья вылетел в лобовое стекло. Когда мы его забрали из морга, я вообще не мог узнать, что это Петлюра. Потому что для меня он был такой мальчишка, а тут вдруг в гробу лежал уже взрослый такой мужчина под 40 лет. А ему было 22 года всего. По роковому стечению обстоятельств Петлюру отпевал тот же священник, что когда-то отпевал Игоря Талькова. И он говорит мне, я должен завтра уехать, но я завтра останусь. Я отпою вашего сына. Потому что я отпевал Игоря Талькова. У вас не тут мурашки. Представляете? Группа «Воровайки» была апофеозом жанра. Интересно, что при создании «Воровайек» продюсер был вдохновлен группой «Комбинация». Два кусочка колбаски у тебя лежали на столе. Но песни про колбаску были цветочками по сравнению с тем, что стали исполнять «Воровайки». Главным хитом группы стала песня «Хоп, мусорок». Чё ты гонишь, мусоршнягу, не по делу. Чё ты паришь, мне про нары и кодвой. Милиция в 90-е переживает просто страшное время. Нищая, разваленная, без нормального оружия и машин. Без авторитета, без былого почета. Бандиты куда сильнее и круче. И ржут над мусорами. Кого-то дешево купили. Смелых и принципиальных застрелили. Страной рулят ОПГ. И тут ещё песни каких-то баб с оскорбительным припевом. Но никто не возмутился. Были потеряны все привычные ориентиры. Посылали всех подряд. Знаю очень многих людей в погонах, причинах серьёзных, которые просто пищат от этой песни. Прихлопывают, веселятся, радуются. Нравится она им. Но близкие солистки «Воровай» Кианы Павловой были в ужасе. И она закончила отделение академического вокала. И то, что она теперь под три аккорда ботает по фене, было для них катастрофой. Я и сама не понимала, если честно, что я пою. Потому что с этим сленгом я знакома не была абсолютно. «Воровайки» – это подворовывать, наверное, как правильно сказать. Я просто не знаю, как это на русский язык перевести. Но несмотря на отсутствие ротации на радиостанциях и голубого экрана, группа «Воровайки» стала очень популярной. Их тоже страстно любили представители криминального мира, что является главным показателем успеха в мире шансона. И они не страдали от того, что их тексты назвали непотребной пошлостью. Пою же попку носит, кем прыгни, сеги, сапер, сетем. Вот в этом вся и разница. Кто хочет, так что-то разница. Не сдаются «Воровайки» и сегодня. Их по-прежнему не крутят на радио и телевидении. Солистки прибавили в весе. Но жажда творчества осталась. И желающие слушать это тоже. Полетят мотыльки над тайгой, Будто сотни загубленных судеб. Шансон, кроме того, что он использует язык низов, он еще и очень пошл, очень сентиментален и очень слезлив, чем он, собственно, и пробивает. 90-е прошли, но остались в каждом, кто жил в то время. Вытравить их из российского человека и забыть невозможно. Как говорит Михаил Захарович Шафутинский, шансон – это отражение жизни. Но не очко обычно губят, а к 11-й тут. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова